Я не хочу возвращаться Кровным родителям Так сказала приемная дочь Таня Семьи Анацких И когда мама спросила почему Девочка ответила Потому что у них нет Бога Как удалось Наталье и Сергею Привести детей к Богу И стать приемными родителями Сразу троих детей Об этом мы сегодня расскажем в программе Я хочу ребенка Но прежде я хотела бы передать слово Одному очень известному человеку Который держит сейчас в руках Письмо от ребенка из детского дома Давайте его послушаем Здравствуйте Меня зовут Женя Добровольская У меня сейчас в руках письмо Евгения Моего тезки мужского рода Из детского дома Астраханской области Здравствуйте Меня зовут Евгения Мне 15 лет Я обучаюсь в 9 классе Общая образовательная школа У меня есть 3 любимых предмета в школе Физкультура для спорта и развлечений Русский язык, чтобы быть грамотным Информатика, чтобы разбираться в компьютерах У меня очень много увлечений Футбол, баскетбол Компьютерный графический дизайн И фотошоп Думаю, что со временем Я смогу получить профессию В компьютерной сфере Дружба Для меня это хорошее общение И помощь друга Я могу назвать себя Добрым человеком Отличие добра от зла в том Что добро это нежность, ласка А зло это жестокость У меня есть мечта Я хочу научиться общаться с людьми Чтобы все мне в жизни удалось И конечно в дальнейшем Мне хотелось бы получить Высокооплачиваемую работу И еще одна моя мечта Это семья Я очень хочу в семью Ведь там родители Заботятся о детях А когда родители стареют То дети начинают заботиться О своих родителях В семье все всегда хотят быть вместе Поддерживают традиции Через 10 лет я вижу себя Успешным семейным человеком Который способен с помощью своей работы Обеспечивать семью Я надеюсь, что те, кто услышит это письмо Они помогут Евгению Обрести семью Не просто семью А друзей Потому что Евгений уже взрослый человек И помимо родительской заботы Ласки и нежности Ему необходим друг И вот эту дружбу Могут дать ему взрослые, умные люди И чтобы маленький человек Подросток Не чувствовал себя одиноким Я очень надеюсь, что кто-нибудь откликнется на это письмо И наш Евгений обретет себе Хороших друзей, наставников И любящих родителей Мы надеемся, что этот ребенок обязательно найдет свою семью Так же, как и нашли ее Таня, Ваня и Егор Кстати, давайте послушаем их историю жизни Долгожданная встреча Здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте, рада вас видеть Меня зовут Галина Меня зовут Сергеевна Да, очень приятно Очень приятно Здравствуйте Здравствуйте Как тебя зовут? Ты куда ушел? Егор, ты будешь здоровы Егор, где же Егор? Егор, куда ты ушел? Привет Привет Дай ручку Ручку дай Привет, Егор Какая у тебя кепка, слушай, шикарная Вообще Ты такой прям настоящий воин Он уже куда-то пошлепал А этот кто? Этот кто? Мелкий Кто этот мелкий? Егор, ты не кормил Привет Папа полковник запаса железнодорожных войск Мама ефрейтор запас Оба, Сергей и Наталья, люди служивые Не раз бывавшие в горячих точках И не понаслышке знающие, что это такое Когда страшно, когда тяжело Но надо продолжать идти И выжить Как бы сложно ни было Возможно, именно поэтому эти люди так хорошо чувствуют чужую боль Ведь она для них вовсе не чужая Возможно, поэтому в один день Семья Анатских решилась и приняла чужих детей Которые тоже вовсе не чужие Танюша, а ты веришь в Бога? Да Верю А кто тебе рассказал про Бога? Родители Мама и папа А как ты Бога представляешь, Танюш? Хорошим А если бы вдруг, представляешь Раз и Бог появился перед тобой Что бы ты ему сказала? Я бы ему сказала помилу Как он тебе помог в жизни? Помог в жизни, что у меня стали быть родители Потому что мы с Игором в больнице были И Ваня в детском доме И теперь у нас появились родители У меня каждый раз слезы просто настолько лились Мне так хотелось хотя бы одному человечку помочь Это замечательная фотография Тани, Вани и Егора Деток только взяли И следующая фотокарточка Малыши спустя год Сегодня уже два года, как дети в семье Ровно два года, как Сергей и Наталья превратились в один день Из бездетной пары, многодетной Все-таки инициатива была моя Потому что он об этом не разговаривал Я так временами прощупывала И говорила, допустим Я бы хотела взять ребенка Но я не видела от него Нет категорическое И вообще он Поначалу молчал Потом я спросила, а как ты относишься Я бы тоже взяла Абсолютно спокойно У нас это так все плавно пришло Никого не надо было уговаривать Если бы надо было уговаривать Я бы уговаривать не стала Наталья и Сергей познакомились на службе Поженились в 2015 году и обвенчались спустя еще год Как и большинство пар, они очень хотели детей И тогда в сердце Натальи зародилось естественное желание Принять детей из детского дома Ну, конечно, мы считали уже себя Удовольны взрослыми людьми Ну, вот я отдавал себе отчет Но детей не было И как бы хотелось Опыт жизненный Довольно-таки большой У каждого за плечами был Хотелось кому-то что-то передать Свои знания, умения, навыки И так получилось Ну, мы предполагаем Господь располагает Что, ну, не было деток И тогда в сердце Натальи зародилось естественное желание Принять детей из детского дома Сергей, вы помните Тот день или тот момент Когда к вам пришла Наташа и сказала Сереж, вот я бы хотела взять ребенка Как ты к этому относишься? Вы знаете, у нас как-то Я был рад Когда узнал, что она действительно хочет Не против взять детей приемных Скорее всего, я Как-то был настроен Всю жизнь говорил Мне надо свои дети Чужие дети мне не надо А потом, конечно, в определенный момент Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хотелось прям такой деревенский дом. Земли хотелось. Земли хотелось, да. И мы полтора, наверное, года, да? Полтора года мы ездили по области, искали. Однажды мне моя мама говорит, ой, а, наверное, дом деда-то еще не продали ее деду. Я говорю, а где он? А, говорю, ну как, где в Рязанскую область? Я говорю, как так? Я говорю, у нас есть родственники в Рязанской области. Я говорю, только узнала. Не, ну понятно, что она говорила когда-то об этом. Ну тогда, соответственно, информация не проходила. Я говорю, скорее звони, узнавай. Потому что мы же ищем, уже полтора года ищем. И все, она позвонила, она говорит, нет, дом деда продан, но там, говорит, есть у соседей дом. Вот она говорит, я говорю, так, все, звони, договаривайся, узнавай. Мы хотим посмотреть. Добрались, открыли калитку, вошли. Дом старенький, страшненький, и на нем замок висит. А у нее с собой ключа не было. Она с собой взяла отвертку. Но она не хозяйка. Да, да, да. Да, большую отвертку взяла, и по-моему, плоскогубцы у нее были. И молоток. И на, открывай мне. Вы знаете, чужой дом ломать. Чужой дом я буду ломать, это как бы, ну... Так. Я говорю, подождите, достаю ключи. У меня связка ключей была, и там из всех ключей был ключ от маминой квартиры. Я его ставил, открыл, он открылся. Я говорю, Наташа, это наш дом. И тут началась другая жизнь, деревенская. Сергей детство провел на Кубанском хуторе, и для него огород – привычное дело. А вот для Натальи было все в новинку. Дом пустой, и хотелось детей. И вот эта мысль пришла, да, взять детей из детского дома. И для вас, конечно, было важно получить благословение. У кого вы его получили или не получили? Вот первый раз мы пошли к отцу Афанасию. Это Архимадрид у нас в монастыре. В Кадаме. Да, в Кадаме. Мы к нему первый раз пошли. Первый раз он не благословил. А что он вам сказал? Он сказал, оставьте свои имена, я буду за вас молиться. Ну, чтобы были кровные дети. Да. Вот. А спустя, вот я не помню, то ли полгода, то ли год, снова к нему пошли. И он тогда говорит, я вас благословляю. А что мы будем готовить? Кашу. Какую? Овсянку. Я помню эти волнения. У меня крышу сносило от переживаний. Я не верила своим ушам. Думала, что я сплю. И мне все это приснилось. За все прожитые годы это были самые сильные эмоции. Не забуду этот день. Слава Богу за все. Делится своими воспоминаниями Наталья в социальных сетях. И сравнивает состояние поиска детей с беременностью. Я просто, зная свой характер, что я бы не смогла просто вот прийти в детский дом и сказать там, вот тебя да, а вот тебя нет. Я бы взяла, наверное, всех. И я очень переживала, и я, соответственно, разговаривала об этом, да, с Богом. Вот, и я просто знала, что... Я знала, что я почувствую этот момент, когда вот он скажет, что вот это твое. Этот момент настал. Совершенно неожиданно. И на удивление очень быстро Наталье позвонили из органов опеки и предложили ребенка. Но ни одного, ни двоих, троих. То, о чем так долго мечтала Наталья, вспомнилась. Вот, говорит, да, там девочка и два мальчика. И называю, 4,5, 2,8 и почти 3 месяца. Я так, три. Как? Что? Вот, и они говорят, ну, вы подумайте. Дети, говорят, очень хорошие, вот, они здоровые. В наше время сейчас, на самом деле, это редкость. Не дожидаясь вечера, Наталья позвонила мужу и рассказала. И сижу, и переживаю. Ну, все, какая же там работа, там же недоработа. Я все переживаю, переживаю, думаю, думаю. И тут от него смс-ка приходит. Как же мы их всех вообще где будем размещать? И тут я поняла, что у него, как бы, он не думает, что нет. Он думает, как же сделать это, чтобы было да. Бесстрашных людей не бывает. А те, кто говорят, что нет у них страха, лгут. Наталья вспоминает, как проходила курсы выживания перед поездкой в Чечню. И как после курсов перевернулось ее сознание. Мы жили в землянках. Сначала как-то в первую ночь было не очень приятно, когда по тебе гадюки ползают, когда лягушки по тебе скачут. Мы вот так лежим, вот так вот, да, вот у нас землянка девочек, так скажем, в спальниках. И лягушка так на какой-нибудь раз, так прыгнула, вторая такая раз. А она улетела к другой. Вот так вот и перекидывала. Каждый день марш-бросок с 35 килограммами за плечами. Тогда я поменялась, у меня поменялось мировоззрение, я поняла, что я на самом деле могу больше. Я могу многое, и что на самом деле я не такая, как я себе думала до этого. Когда органы опеки неожиданно предложили паре трех детей, Наталья и Сергей снова отправились к своему духовнику, отцу Михаилу. Нам предложили деток, говорю, вот их трое. Вот вы бы видели его лицо. У него такое было лицо, как будто ему предложили трех деток. Он настолько был счастлив, он настолько вот прям вот сиял. Он говорит, конечно, конечно, благословляю, все. Старшие дети Таня и Егорка находились в больнице на карантине. Их надо было срочно забирать, пока дети не оказались в детском доме. Младший Ванечка, которому было всего два месяца, был в доме малютки. Знакомство было буквально там 5-10 минут, потому что нам надо было уже идти документы дальше оформлять. Мы на них посмотрели, ну они симпатичные, красивые, но что дальше, я не знаю. Я даже не знаю, что дальше делать. Ну дети и дети, мы дети, здравствуйте, теперь будем жить вместе. Мы спросили, поедьте с нами. Они говорят, да. И Шатаня говорит, а у вас есть детский сад? Я говорю, да, у нас их три. Все, я поеду, я хочу в детский сад. Сердце сжимается, когда слышишь, что пришлось пережить этим малюткам. Танечку до сих пор зовут Дюймовочка, потому что она совсем хрупкая. Наталья делится своими мыслями. Холод, голод и страх. Как тут вырасти, когда еды нет? Сна нет. Ощущение, что и света белого не видела. Когда она закричала, мама, что это такое белое падает? В четыре с половиной года не видеть снега, это как? Не знать, что такое сметана, творог, молоко, йогурт, каши. Если честно, я не могу представить, как Таня вообще выросла. Лет на ветке, во дворе играют детки. Лепят бабу за окном, шар бегает кругом. Тань, расскажи мне, какая у тебя самая любимая игра? По что ты любишь играть? С посуды в доме, в шкафу, в дочке матери, в домике. Расскажи мне о своих братьях. Они у тебя такие веселые. Они веселятся, играются, кушают, балуются. А кто у тебя, кто братья по именам? Как их зовут и сколько им лет? Ваня и Егор. Ваня, он маленький еще вот такой. А Егор, он уже большой, какой мой рост. Вот, Егору четыре лет, а Ване два годика. Сейчас Танечка уже оттаяла, постепенно превратилась в домашнюю девочку. Научилась играть, чего раньше не умела. Дети научились есть. То, что нам кажется само собой разумеющимся, для Вани, Егора и Тани было поначалу новым миром. Потому что пришли они с самого дна человеческой жизни. За Ваню даже тяжело мне сейчас говорить. Нам сказали, когда его из семьи забирали, он вообще лежал в коляске на ДСП, голый, без... Это ему было семь месяцев, голый, холодный. Ну, кошмар. Не знаю, как можно так делать. Ну, такого вот, вот так. Не понимаю. Не приходит мне понимать. Не знаю, как бы я повел, если бы я увидел это. Боюсь предположить. Вот. Танечка вообще Егорку себе на спину садила. Они ходили по деревне и просили хлеб. Ох. Родителям поначалу было невдомек, что дети ничего не умеют. Таня и Егор знали слова, но их значения не понимали. Например, Егорка знал слово «глаз», но не понимал, что это и где. Когда детям давали игрушки, они их игнорировали. Крошка Ваня вообще не умел плакать. Приходилось учить самым элементарным вещам. Дети могли сидеть за столом три часа. И все это время они ели. Другая проблема была с игрушками. У детей их никогда не было, они не понимали, что это. Плюс не было примера семьи. И им нечего было проигрывать. Не было ситуации, которые требовали осмысления в игре. И мы, значит, им такую игрушку, другую, они берут, только ломают и выбрасывают. Ломают и выбрасывают. И мы сначала не понимали, почему. Просто потом поняли, что они не умеют. И потом уже начали их просто учить. Сейчас вот даже радуют, что, допустим, Таня, да, она спокойно может с мягкими игрушками. Что она в куклу начала играть. Она не умела. А не умела почему? У нее не было перед собой картины из семьи. Это сейчас она каждый раз, допустим. Если мы куда-то поехали, они потом проигрывают эту поездку. Мы поехали туда-то. И вот они в своей игре. И еще одна проблема была уже с мамой Наташей. Конечно, я предполагала, что прежней я не останусь. Знала, что будет тяжело. Оказалось, тяжелее, чем я думала. Психически и физически дружусь я больше, дольше, каждый день и в течение дня. Пишет она в социальных сетях. Сначала у меня в первые месяцы был синдром самозванца. Мне казалось, что вообще я не мама, вообще дети не мои. Мне дали их поддержать. Я не верила, на самом деле, своему счастью. Я не верила, что я могу быть мамой. Я просто реально в это не верила. Затем появился синдром хорошей мамы. Наталье казалось, что она не додает детям внимания, заботы и вообще всего. Она не достойна быть мамой. И не выполняет всего того, что написано в учебниках по психологии. А не было, Наташа, такого, что все, зачем я в это ввязалась? Сергей, у тебя тоже. То есть были ли такие моменты, зачем? Зачем я это сделала? Не знаю, такого не приходило. Усталость, невыносимо там. В год? Нет, усталость была, безусловно. Потому что трое детей, это... Я скажу так, в армии было легче. И когда у меня в роте, в батальоне более ста национальностей было, мальчишек, и возрастной ценз, когда я лейтенантом пришел, от 18 до 24 лет солдаты мои подчиненные, мне было 20 лет. И я тогда с ужасом думал, как же я ими буду командовать. Но оказалось, все просто и легко. Там подчиненные, старшие, все нормально, устал есть. А здесь такого нету. Здесь все упал. Не построить их, да? Упал, джался, не проходит совсем. Дети учили Наталью и Сергею быть родителями. И наоборот. Сейчас, уже спустя два года, жизнь устаканилась. Семья строит новый большой дом в деревне. Дети развиваются и растут в любви. Вот расскажи, какая у вас жизнь в семье? Хорошая. У Егора хорошая, у меня хорошая. У Вани тоже немножко, он иногда не слушается. Ванечка не слушается, да? Ну да. Вот. У мамы хорошая, у папы, у меня, у Егора и у Вани. Как ты думаешь, почему дети должны жить в семье? Чтобы они не скучали по родителям, чтобы они не плакали без родителей. Наталья признается, до сих пор большая часть знакомых не понимает, а зачем взяли. И Наталья говорит, по любви, потому что чужих детей не бывает. Сейчас главное, о чем мечтают Наталья и Сергей, чтобы дети росли с Богом. Очень часто мы слышим вопрос, а как привезти ребенка в церковь? Конечно, для начала нужно прийти сами. У меня история была очень интересная. А у нас, мы переезжали, я когда служил, переезжали с одного этажа на другой, а у нас, я вел очень личные дела офицеров, генералов. Когда мы все переехали, я не досчитал все пять личных дел. Они просто пропали. Из них три генерала, два полковника. Просто вот пропали. Куда пропали, непонятно. Это судьбы людей, это так страшно было. И я за них отвечал. Где мы не искали, мы нигде найти не могли. Я очень сильно переживал, и я пошел в Елуховскую церковь, храм в Елуховске. Постоял, подошел к иконе святого чудотворца Николая Угодника. Я с ним поговорил. Вот все, что на душе, ему все рассказал. Вот все. И попросил ему помочь найти эти личные дела. Пришел на службу, и по этажу, где мы раньше, проходя мимо, меня как будто кто-то остановил возле одной комнаты. Я туда захожу, а там гора мусора. Ну, бумажек старые. Так. И большие мешки стоят, полиэтиленовые. Штук, наверное, 20. И он, не знаю, что, говорит, подойди вот к третьему мешку справа просто. И снизу, не сверху, а снизу. И надорви его. Я подошел снизу, одорвал, и они эти пять дел мне в руки выпали. Я тогда уж понял, что... С ними ножки похожи. Ничего себе. ...что Бог есть, святые есть, они существуют, они нам помогают, если ты веришь в них и с ними разговариваешь. Вот тогда ко мне окончательно пришло это... Понимаю, что без Бога тяжело. Лучший пример детям – это мы сами. Никакие слова и убеждения не помогут. Нужны действия. Дети причащаются, молятся, разговаривают с Богом. Родители не делают из этого культа. Все происходит естественным путем. Сережа, жизнь с Богом для детей. Что значит для вас? Вы бы хотели, чтобы они так вот держались? Жизнь с Богом – это легко. Жизнь без Бога – это тяжело. Наталья и Сергей, несмотря ни на какие сложности, считают себя счастливыми родителями. И они ни разу не сомнились в правильности своего решения. Поэтому молитесь, надейтесь и не унывайте. Потому что у Бога нет ничего невозможного. Это была программа «Я хочу ребенка». До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok